Патрик Кинг. Мощная харизма, как нравится, очаровывать, уметь себя подать и добиваться успеха у людей. Как усилить личную притягательность, наработав способность выделяться из окружения и покорять людей? Если вы входите в помещение, а вас никто не замечает, или хотите произвести сильные впечатления, вам нужны советы получше. Чем? Притворяйся, пока не получится. Или просто будь собой. Как уверенно приближаться к людям и преуспевать в любой социальной ситуации? Мощная харизма фундаментально изменит ваше представление о взаимодействии с окружающими. Вы впервые заглянете за кулисы и узнаете ноу-хау, так называемых харизматичных личностей и тонкие отличия их поведения и мышления. Вы узнаете, почему и как они действуют, и получите множество примеров для иллюстрации. Нам постоянно твердят, что навыки межличностного общения – ключ ко всему, что мы желаем в жизни. И это правда. Действенные советы, подходы и практические методы из этой книги станут вашими проводниками на пути к обретению личного магнетизма и шарма. Рекомендации профессионального коуча по харизме с международной известностью. Максимально конкретные советы покажут, что важнее всего в любом общении от начала и до конца, от скрытого к явному, от малого к большому. Как наработать внимание и концентрацию, чтобы оказывать максимальное влияние? Как выбирать и практиковать ролевую модель для повышения коэффициента харизматичности? Как подсознательный язык тела укажет на главное? Как излучать истинное тепло и эмпатию? Решение – непринужденный разговор, собеседование, нетворкинг и общение с незнакомцами. Как демонстрировать свою ценность, уверенность и мощный эффект присутствия? Как строить коммуникацию и разговаривать с людьми? Как эффективно слушать и транслировать ценность собеседника? Как понять главные ошибки харизматичности, которые мы совершаем неосознанно? Харизма может стать мостиком между повышением и отказом в повышении, близким другом и просто приятелем, улыбкой и нахмуренной бровью. Харизма открывает в жизни любые двери. Она ключ к бесконечным возможностям. Это смазка для шершавых поверхностей, лестница в небо, средство доступа ко всему, что есть в нашем мире. Часть первая. Как обрести ауру харизматичности? Глава первая. Итак, что же такое харизма? Да, в ней что-то есть. Люди с харизмой такие, привлекательные. Они очаровывают, умеют, нравятся. Всех к ним тянет по неволе. Это магия? Или, как говорится, химия? Если вам хоть раз в жизни хотелось в компании быть человеком с самой магнетической и притягательной аурой, эта книга, несомненно, для вас. Когда мы находимся в обществе харизматичной личности, сложно в точности сказать, в чем заключается волшебство. Поначалу кажется, что харизма, то, с чем повезло родиться на свет, или не повезло. К счастью, очарование подобного рода вовсе не мистическая сила, которой обладают немногие избранные. Это на 90% социальный навык, который можно практиковать, даже если пока вы так не считаете. Харизма – это на самом деле набор различных типов поведения и отношения к окружающим, транслирующих им определенный и весьма привлекательный мысленный настрой. В последующих главах мы разделим ускоренный курс харизмы на две основные части. Сначала вы узнаете, как развить в себе шарм личного, уникального бренда. Затем, во второй части, вы найдете советы, как научиться проецировать эту ауру на внешний мир и пользоваться ею при взаимодействии с другими людьми. Обладая харизмой, вы выглядите эмпатичнее, общаетесь эффективнее и вообще кажетесь истинным гуру беседы. Вы интересны и демонстрируете интерес. А поскольку вы остроумны и отличаетесь эмоциональным интеллектом, люди вас любят и вам доверяют. Трудно представить, какую жизненную сферу не могла бы улучшить харизма. Это и романтические отношения, и работа, и дружба, даже болтовня с незнакомцами на автобусной остановке, превращается в возможность покорить людей милым подшучиванием. Но прежде чем погрузиться в самые глубины предмета, давайте развенчаем одно неверное представление. Харизматичность не равна громогласности, экстраверсии или хвастливости. Надеюсь, когда вы дойдете до последних страниц этой книги, то увидите, как много есть способов казаться очаровательным, не только быть в центре всеобщего внимания, но и излучать спокойную уверенность и чуточку таинственности. Практическое определение К большому удобству для нас в 2018 году исследователи из Университета Торонто, изучив феномен харизмы, вывели рабочее определение. Обобщив данные более одной тысячи участников, ученые сделали вывод, что харизма представляет собой комбинацию двух человеческих качеств. Первое – приветливость, второе – влиятельность. Приветливость в широком смысле означает, что с человеком приятно быть рядом, что он доступен и просто в общении. Как бы вы это ни называли, теплота, благожелательность, дружелюбие – это качество, которое заставляет думать «Хм, а он мне нравится». Влиятельность возможно определить как лидерский потенциал, эффект присутствия и способность воздействовать на людей и убеждать их. Исследователи обнаружили не только то, что возможно на деле измерить оба эти качества, но и то, что люди весьма точно дают оценки себе, то есть собственные оценки более или менее сравнимы с оценками, которые им ставят другие. Был создан опросник измерения харизмы – General Charisma Enventory – GGI, который и вы можете заполнить прямо сейчас. Прочитайте следующее утверждение и поставьте себе балл от единицы до пяти, где единица соответствует – полностью согласен, а пять – категорически не согласен. Первые три утверждения оценивают влиятельность, вторые три – приветливость. Я нахожусь в центре внимания других людей, обладаю способностью влиять на людей, знаю, как лидировать в группе. Вызываю у окружающих ощущение комфорта при общении со мной. Часто улыбаюсь людям. Умею поладить с любым человеком. Чтобы узнать общую оценку, просто сложите баллы по каждой позиции, а получившееся значение разделите на шесть. А если оценка выше 3,7, то можете считать свою харизму выше средней. А если существенно ниже, не волнуйтесь. Не так сложно, как вы думаете, поработать над этими шестью критериями и повысить уровень харизматичности. Знаете, что интересно? На самом деле уровень вашей харизмы совершенно не зависит от типа личности или общего уровня интеллекта. Возможно, есть небольшая корреляция с гендерной принадлежностью. Итак, подведем итог. Харизма характеризуется умением очаровывать, убеждать и привлекать других, и включает в себя два основных свойства – приветливость и влиятельность. Эти две главные черты можно еще подразделить на частные характерные свойства, такие как, например, эффект присутствия и хороший раппорт, доверительный контакт с окружающими. Давайте рассмотрим подробнее, что делать и чего не делать ради обретения харизмы, учитывая шесть критериев ее измерения. Повышение влиятельности. Представьте человека, которого вы считаете влиятельным. Как он выглядит? Возможно, перед вами встает лицо опры Уинфри. Подписывайтесь на канал!